Продукцию почти на 300 миллионов тенге. Всего за полгода произвели работники учебно-производственного предприятия Казахского общества глухих в Уральске. Здесь трудится всего 160 человек. Но все они имеют проблемы со слухом и речью. Однако это не мешает людям работать и успешно конкурировать на рынке с другими предприятиями. Предприятие получило хороший заказ на пошив спецодежды. В швейном цеху гипит работа. Чтобы успеть в срок, женщины шьют до 25 роб в смену. Помимо спецодежды, в ассортименте постельное белье, детская одежда, медицинские халаты и многое другое. Прежде чем попасть на предприятие, претенденты проходят обучение. Затем три месяца – испытательный срок. Девочки раньше шили всегда постель. Это их ассортимент легкий. Спецодежду мы начинали очень тяжело. Сейчас уже втянулись, привыкли. В общем, все шьем. Из больницы много заказов идет. В швейном цеху работы обеспечены 30 человек. Все они инвалиды третьей группы. В основном женщина от 30 лет и старше. Лидия Зинченко 25 лет проработала на уральской швейной фабрике. Когда ее закрыли, пришла в этот цех, где трудится уже 13 лет. И продолжает работать, будучи на пенсии. Хорошие условия, да? Хорошие. Зарплаты часто выдают? Зарплаты часто выдают. Мы уже пенсионеры, поэтому тяжело устроиться. Мужчины задействованы в столярном цеху, а также занимаются сборкой пластиковых окон и дверей. Принимают активное участие в строительстве и оснащении мебелью в социальных объектах. Берутся за любые заказы, чтобы обеспечить себя работой. Основными заказчиками в нашем являются государственные учреждения, больницы, здравоохранение, образование, школы, интернаты. Вместе у нас размещаются заказы заводы, фабрики, скажем так, частные, нефтегазовые промышленности. Мы ищем вместе, мы выходим на Атравскую область, Активенскую область. Мы ищем везде, где возможно. Предприятие участвует и в тендерах на оказание клининговых услуг, то есть уборки офисов и жилых помещений. Так удалось найти работу еще для 60 человек. Сложность в том, что мы не можем взять работников с районов. Больше половины живут в районах, все-таки, населения. Мы не можем их принять на работу, они не могут устроиться. Они приходят, поживут на квартирах месяц-другой и уезжают не сильно. В планах предприятия обновить швейное оборудование и сделать условия труда для инвалидов более комфортными. Асидору Салиеву была Джарлгасовка, Нат Махмутов, Уральск.